Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале команды ИнстаФорекс ТВ, с вами я Тахмина Соломова. Какими бы ни были макроэкономические данные еврозоны, популярная на рынке Форекс пара по-прежнему не может восстановить свои утерянные максимумы. Преодолев отметку 1.1610, единая европейская валюта тут же опустилась ниже уровня 1.16 и продолжает торговаться вблизи этой позиции. Сильный показатель по торговому балансу Германии не смог стать поддержкой для пары. Согласно официальным данным, профицит сальдо торгового баланса в стране в сентябре составил 21,8 млрд евро, в то время как ожидался меньший прирост. Экспорт уменьшился на 0,4%, а импорт упал на 1%. Участники рынка предпочли обратить внимание на ежемесячный отчет от ЕЦБ, который, как и ожидалось, ничем не удивил инвесторов. Чиновники европейского регулятора отметили стремительный рост экономики еврозоны, однако поспешили указать на сохраняющийся слабый рост инфляции в регионе, что и является косвенной причиной ограниченного роста евро. После заседания ЕЦБ по определению денежно-кредитной политики Центробанка Марио Драги указал на то, что потребительские цены до сих пор не продемонстрировали стабильный рост к целевому уровню в 2%. Это не может не стать причиной осторожности регулятора по отношению к процентной ставке. Более того, ошеломительный удар по паре евро-доллар США произвело решение ЕЦБ продолжить программу количественного смягчения еще на 9 месяцев. Валютные стратеги уверяют, что евро еще долго будет в немилости у трейдеров. Вероятен и тот факт, что пара евро-доллар США может и вовсе остаться под влиянием медведей вплоть до декабрьского заседания ФРС.